На церковной традиции богослужебный день начинается с вечера. И уже в Прощенное Воскресенье во всех храмах во время Великой Вечерни по входе с кадилом начинает петься Великопостный Прокимин «Не отрати лица твоего, от отрака твоего». И после молитвы с подоби Господи вечер сей, во время чтения которого духовенство в алтаре преоблачается в черное облачение, уже богослужения начинаются по Великопостному образцу. По окончании Великой Вечерни совершается чтение особых молитв перед Великим Постом, поскольку попыще Великого Поста, особенно в наших северных широтах, это определенный стресс для современного человека, и все надо делать с благословением молитвы. Еще и совершаются поклоны с удивительной молитвой преподобного Ефрема Сирина древнего восточного христианского подвижника. И в этой молитве, о которой написано очень много богослужских трудов, содержится учение не только о христианской добродетели, что необходимо человеку для спасения, но и о тех важнейших грехах, которые низводят человека в скотоподобное состояние. И мы в этой молитве просим Бога о прощении наших грехов, о даровании нам силы, чтобы мы могли бороться с этими человеческими пороками и о стяжании христианских добродетелей. И как раз все поприще Великого Поста имеет главной своей целью именно борьбу с грехом и стяжание христианских добродетелей. Ведь Господь пришел в мир не для того, чтобы у всех все было хорошо, для чего многие в храм приходят. Господь пришел спасти погибающий человеческий род. И сам строй богослужений Великопостных, особенно первой седницы Великого Поста, проник духом покаяния. И вот первые четыре дня Поста в храмах читается Великое Повечерие с удивительным каноном святого Андрея, архиепископа Критского. Этот канон содержит воспоминания как ветхозаветных, так и новозаветных событий, образов, как образцов добродетелей, так и образцов человеческой деградации, напоминая нам о том, чему необходимо следовать и чего необходимо опасаться. И начиная также с первой седницы Великого Поста, в среду и пятницу в храмах начинает совершаться удивительный литургический чин, который по своей сути является вечерней. Это литургия преждеосвященных даров. Удивительное богослужебное последование, во время которого можно исповедоваться и причаститься, и которое нам напоминает о древних временах Церкви. И в последние годы, благодаря деятельности межсоборного присутствия, это богослужение имеет возможность совершаться в том числе и в вечернее время, что для людей работающих является великим благом, потому что в Великом Посту, особенно на первой седмице, мы постимся строго. Многие будут воздерживаться от вкушения пищи вообще, и причаститься можно будет даже и в вечернее время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...